Расскажи, пожалуйста, Руслан, вообще про свой бэкграунд. Ты был профессиональным волейболистом, где ты играл, чем ты еще занимался, кроме волейбола, если чем-то? Я был профессиональным волейболистом в России, играл в Российской Суперлиге на протяжении хороших 10-13 лет. Но в целом я начал достаточно рано, 13-14 лет, играл в сборной России, участвовал в универсиаде. До олимпийской сборной, к сожалению, не дорос, были травмы, но на достаточно высоком уровне играл. Суперлига у нас считается одной из сильнейших либ в мире, наряду с итальянской и с польской лигой. И всю жизнь, всю карьеру провел до 30 лет, играя в волейбол. Получил образование инженера, учился в Бауменском, в начале потом вынужден был из-за смены команды перевестись в МАДИ. Закончил МАДИ в Москве автомобильной дорожной и 30 лет закончил с волейболом и попал на МБА. А как ты умудрялся учиться еще, пока занимался волейболом, как бы фулл-тайм, профи, волейболист, там нет времени особо экзамены сдавать? Да, в Бауменке было вообще тяжело учиться. Может быть, первые годы, первый год, два, первый курс, допустим, до третьего курса, наверное, было полегче, потому что все-таки, когда ты молодой волейболист, меньше игровой практики, во взрослых, скажем, то есть ты тренируешься, и у тебя есть еще время ходить, заниматься в институт. Так получилось, что я, в принципе, в школе еще учился хорошо, то есть у меня база какая-то была, я пришел относительно подготовленным. Ну и плюс преподаватели давали, как скажем, поблажку в плане, что можно было сдавать экзамены, чем обычно. То есть у меня никаких поблажек в плане качества сдачи экзамена не было, но у меня была поблажка в плане того, что если, например, у меня были соревнования, или что, мне могли подвинуть, например, стандартную сессию с января, например, на март. То есть у меня было больше времени, допустим, подготовиться. То есть у меня единственное, вот эта блажка сильно, значительно помогала с дедлайнами и так далее, чтобы справиться с учебой и со спортом. А в МАДИ перешел, потому что переехал куда-то с командой, или просто не хватало, не получается нагрузку тянуть в Бауманке и еще и в волейбол играть? Да, я играл в команде, была такая команда. Да, она, в принципе, сейчас есть, но раньше она была достаточно сильная, она была прямо при университете, называлась МГТУ, не Бауман, они были капионами 2001 года, я начал учиться в Бауманке в 2004. То есть это была достаточно сильная команда, играла в Суперлиге. Ну и, в общем, я там провел пять лет, пять курсов отучился в Бауманке заодно. Ну и, в общем, так получилось, что мне предложили продолжить контракт еще на пять лет, а я уже хотел уйти. И у меня были там возможности уйти, хорошие предложения на более, значительно более высокую зарплату. Ну и, в общем-то, я подумал, что я лучше переведусь в другой институт, потому что мне бы тогда в итоге, ну, сам понимаешь, не дали бы, уже не было бы таких поблажек, как были, когда я пока играл в МГТУ, ну, то есть в этом же самом клубе. Ну и, соответственно, я просто принял решение, что я лучше уйду и закончу. Просто если тут вдруг уместили, ну, МАДИ был такой отличный вариант, мне было легко перейтись. Я даже не знал, что в России есть у университетов сильные спортивные команды, как в Америке. А оказывается... Да, но это вот единственная бауманка была. Да-да-да. Единственная вот такая волейбольная команда была премьерстить, а так в основном нет. Окей, ты перешел в другую команду, а потом в 30 лет решил завязать с волейболом. А почему? Мне казалось, что там подольше играют обычно. Да, я мог бы и до сих пор, наверное, играть. То есть, в принципе, я поиграл в разных командах, поездил в разных городах России, пожил в Тургуте, в Сибири, в Кемерово. В общем, где только не жил, не играл. Ну и, в общем-то, потом просто я понял, что у меня есть вот это окно в 30 лет, когда я еще могу куда-то уйти. Ну да. То есть, у меня еще есть шанс. И я просто решил, что я закончу раньше. Мне, конечно, все говорили, вот, да ты обезумел, что ты будешь делать, как же ты закончишь, ну, в общем-то, получилось. Поэтому не жалею. А как складываются карьеры волейболистов, кто продолжает играть и заканчивает уже потом за выслухой лет, скажем так? Ну, большинство, наверное, все-таки постарается как-то связывать свою жизнь дальше со спортом. Кто-то становится тренером, кто-то агентом, кто-то функционером, да, допустим, в клубах и так далее, ген-менеджером, там, у кого получается связь, у кого есть возможности, образование и так далее. Некоторые уходят в свой бизнес, что-то там открывают, какие-то магазины. Вот у меня, в принципе, на стороне тоже был, и до сих пор, кстати, живой мой папа занимается сейчас, парочка магазинов в Москве. То есть у кого-то так, кто-то вообще идет по более простому пути, накопили достаточно большое деньги, купили, допустим, там, 10 квартир, издают их, кто-то так живет. То есть, ну, в общем, кто как может, кто, в принципе. Понятно. А в 30 лет ты закончил, и что потом стал делать? Сразу на MBA поехал или еще чем-то занимался? Нет, я поехал сразу на MBA, то есть у меня была идея, появилась она у меня достаточно давно, до окончания спорта, может быть, за 5 лет до того, как я закончил, у меня было 25-26. Я узнал вообще, что такое MBA, естественно, вообще никакого понятия не имел абсолютно, а потом, ну, курсера начала появляться, я где курсы там онлайн брал, и, в общем, услышал про эту программу, и подумал, что что такое предложение, потому что ее можно взять постарше, то есть там, средний возраст, 29 лет некоторых у института. То есть я подумал, что, ну, да, как раз я вот в каком-то возрасте уйду, и у меня появится какая-то новая жизнь и возможность эмигрировать, что для меня было тоже важно уехать из России в Америку именно, я хотел очень давно уехать. Ну, и вот у меня пришла эта идея, и потом в 30 лет я закончил и взял год на то, чтобы подготовиться. Все готовы к джемату, поступал и так далее. То есть я взял год офф и конкретно посвятил весь год своей жизни тому, чтобы поступить на меня. Ты шел на какую-то конкретную программу, которую заранее выбрал, или подавался в разные места и смотрел потом, что лучше выстрелит? Я подавался в разные места, причем почти рандомно. Подавался в 10 школ, выбрал 5 топовых из топ-10 и 5 из топ-20. Попал 5 из этих 10 программ, куда я подался. Ну и вот выбрал Дарден, потому что, во-первых, мне наиболее она больше всего нравилась программа тем, что маленький городок, она более академическая, там 100% кейс-метод. Я не знаю, если слушатели не знают, то есть кейс-метод – это обучение происходит методом Сократа, условно говоря, когда каждый студент участвует в дискуссии, и ты учишься друг от друга, а преподаватель занимается фасилитацией, скажем так, этой дискуссии. И, в общем-то, я подумал, что это отличная перспектива, отличная программа. Плюс у нее, у меня была возможность поступить на Data Science, то есть у меня Dual Degree не только MBA, еще и магистратуры в Data Science, в науке от данных. То есть это была единственная такая программа, и до сих пор, наверное, я думаю, в Chicago Booth есть Computer Science, Dual Degree, но вот здесь, в UA. И, в общем-то, и плюс еще мне, по всему прочему, дали полную стипендию, то есть я еще и бесплатно учил. Ну, прикольно. Долго не думал. Окей, ты пошел на магистратуру, еще это двойная, получается, программа MBA, магистратура Data Science. А вот как тебе Data Science было? Ну, ты, понятное дело, наверное, в Бауманке учился, но, с другой стороны, у тебя не очень много времени было на учебу. И как тебе потом переваривать всю эту математику, которая там была, безусловно? Потому что пришлось поработать, и это есть и вкратце. Ну, в общем-то, в целом, занимался дополнительно и подготавливался. То есть, видишь, когда ты поступаешь в американском, ты знаешь, это, да, как поступаешь в американские вузы, у тебя есть год, да, то есть тебя приняли, грубо говоря, там, в ноябре-декабре, если ты в первом раунде поступаешь. И у тебя есть, ты только приезжаешь в следующем летом. То есть я уже знал, что я поступил по году на то, чтобы готовиться. То есть я там Python и так далее, то есть сидел, учил сам. Ну, и потом приехал все-таки Data Science, знаешь, как, там теоретическая часть, конечно, достаточно сложная в плане математики и так далее, там через нее пришлось помучиться. Но в целом сам Data Science очень интересный. И я считаю, что в принципе, в принципе, что каждый человек может учить Data Science, если он хочет. То есть я яркий пример. Я был спортсменом, как ты правильно сказал, и получил с отличием, закончил магистратуру Data Science. Это, знаешь, каждый человек может, но, наверное, зависит от того, каким именно Data Science. Это как, ну, каждый может научиться играть в волейбол, но только до какой степени научиться играть в волейбол? Ну, это да. Это же по-разному. Ой, извини, я почему-то самопроизвольно перешел на мьют. Да, наверное, я соглашусь, то есть как Data Science уровня PHD, там уровня какого-то Google с сумасшедшей зарплатой, согласен. Но в целом после магистратуры, здесь видишь, как Data Science заканчивают помладше, то есть они, грубо говоря, заканчивают Undergrad, так называемый, это первые штрафы, и сразу делают магистратуру. То есть им 23 года, ну, для 23 лет магистратура Data Science, они достаточно высокий уровень у ребят, и они потом идут, работают и уже получают более шутки. Да, либо идут на PHD, как ты сказал, там, чтобы стать топовыми ребятами в этой области, ну, либо как я, то есть совмещают с бизнесом, там, или с чем-то другим. Понятно. А как ты готовился к бизнес-школу? На что ты потратил этот год? Вообще, 10 школ от дофига, на самом деле. Ну, видишь, у меня было время, то есть я взял, не работал, ничего не делал в этот момент. Ну, у меня были бизнесы, но это как бы не, я уже начал потихонечку транзишн, передавал отцу, и в целом у меня была самая большая сложность, это джима, потому что после спорта, несмотря на то, что я учился, там, и был инженером, достаточно долгое время прошло между моей учебой и поступлением на MBA. То есть мне пришлось всю математику буквально с нуля повторять. С английским было попроще, потому что я с детства занимался, как бы, и у меня английский достаточно сильный, то есть verbal часть была, по крайней мере, в этом плане полегче и подготовка к ней. Все равно сложно, но, по крайней мере, более, как бы, ну, дружелюбно это дело прошло. А математика была сложная, я там тысячи две, наверное, задачи решил, что-то такое, даже больше. То есть вот сидел, еще учил, потом подготовился, сдал. Тойфл без подготовки сдал, ну и все, остальное время тратил просто сидел, как это обычно, да, то есть бизнес-школы нужно два эссе обычно, ну, рекомендации взял, подготовил, там. У нас мои начальники, к сожалению, не разговаривали по-английски, поэтому пришлось там искать переводчиков и так далее, то есть какое-то время заняло подготовка документов. Ну да, так, это понятно. А вот Джимат, какой у тебя был Джимат балл итоговый, если не секрет? Это интересно, чтобы понять, что там, какой кат-офф у них. Да, у меня был 730. А, 730 хороший балл, на самом деле. В принципе, 730 более-менее везде проходит кат-офф, скажем так. Ну, грубо говоря, да, там Гарвард, может, повыше, наверное, 740. Нет, нет, Гарвард тоже 730, на самом деле. Это такое, по-моему, средний их то ли 730, то ли 740, как раз. Да, да, ну, грубо говоря, да, хороший балл. Хороший вид, как я пришел, почему-то у меня была эта идея в голове, что меня никто не возьмет после спорта, опыта нет. Ну, и в общем, и мне, в принципе, якобы занимался, готовился с ними. Мне они тоже, как бы, не внушали, так скажем, большого доверия в то, что я поступлю. И от них, хотя, несмотря на то, что я с ними занимался, они как бы мне помогали, но от них не сходила, знаешь, эта уверенность, что да и все, у тебя будет хорошо там. Ну, и поэтому я просто решил переподготовиться и, соответственно, это сработало. Вообще, на самом деле, спортсменов, особенно если у тебя там какие-то достижения уже есть, берут с радостью. Потому что, с одной стороны, ты целеустремленный чувак, который может превозмогать себя, а с другой стороны, ты сильно отличаешься от, там, офисных ребят, которые обычно идут на МБА. Вот как раз, если ты такой средний чувак из офиса и хочешь пойти на МБА, у тебя гораздо сложнее это будет, особенно там в какой-нибудь топовой программе, чем если у тебя какой-то прикольный нестандартный бэкграунд. А вот, как бы, сборная России по волейболу, это вполне себе нестандартный бэкграунд, и говорят о том, что человек пахать умеет. А если еще и джимат нормальный получить, то, как бы, не вижу проблем вообще с поступлением хоть куда-либо. Непонятно, почему тебя только пять школ из десяти взяли. Видимо, ты забил на эссе там остальных. Может быть. Я, видишь, этого не знал, когда я поступал, и хорошо, что я этого не знал, потому что я, как бы, достаточно был, ну, пребывал в таком состоянии тревоги небольшой. Возьмут, возьмут, потому что все-таки я ушел из спорта, бросил все, да, и еще год, и, как бы, когда-то еще бы сложнее было бы вернуться в это все дело. Поэтому, да, ну, в общем-то, сработало. А так, да, я с тобой полностью согласен. Они ищут интересные богороды, и с ними, конечно, достаточно, ну, не то, чтобы легко, но легче поступить, так сказать. Да, да, ну, сейчас все в универе про это говорят, и там нужно, даже если ты какой-нибудь, этот, обычный офисный планктон, тебе нужно все равно какой-то секонд профайл иметь, что ты, типа, что-то там на стране прикольно, интересно делаешь. Ну, а когда ты волейболист, тебе, конечно, и секонд профайл не нужен ничего там. Вряд ли у тебя в классе была куча волейболистов, еще и игроков сборных разных. Да, футболистов, и там спортсменов, но в целом, да, не так много. Наверное, у американцев было немало спортсменов, потому что в Америке это тема как раз развита. Спорт, и, типа, через спорт карьер строить. Ну, да, у них колледж атлетов было очень много у нас, спортсменов, но не было, скажем, там, NBA и так далее. Они, в принципе, достаточно редки, но бывают. Вот недавно там в Дюк в школе был, учился какой-то игрок NBA. То есть тоже бывают тогда. Ну да, но колледжи, они же тоже достаточно сильные в этих некоторых видах спорта. В чем-то там, по-моему, как раз, нет, бейсбол. Не, ладно, я сейчас, короче, могу глупость какую-то сказать, я не знаю, поэтому не буду утверждать, в каких именно спортах силен, но бывает просто. Хорошо, с подготовкой более-менее понятно. Кстати, тем временем я вот тут сам вопросы задаю, но если у кого-то есть к Руслану вопросы, напишите в чатике, пожалуйста. Я обязательно спрошу. Я подозреваю, что желающих позадать вопросы есть больше одного, то есть меня. Поэтому готов этой возможностью поделиться, и Руслан тоже с радостью ответит. Так что пока вы выдумываете вопросы, что бы еще спросить, спрошу я. Расскажи, пожалуйста, Руслан, как у тебя учеба в NBA была, на NBA, что было тебе там самое интересное, что было самое полезное? Вообще мне очень понравился Darden, начну с этого, да, то есть как бы в школу, куда я поступил, потому что она считается самая, одна из самых, так скажем, по передовых в плане трудовой загрузки, назовем так, учебной загрузки, и плюс еще рекрутинг. То есть там очень много классов по сравнению с какой-то относительно peer-школой топовой. Это было просто с утра до вечера, плюс у меня был Data Science, и плюс мне надо было еще рекрутиться. Чтобы ты понимал, я приехал, ну как бы, как обычно, ну естественно, после спорта, откуда я мог знать, куда мне, в принципе, пойти. Я не знал ни одной индустрии, я понятия не имел, что такое консалтинг, там, бэнкинг, так и так далее, ну я слышал про Amazon, про Google, но я вообще понятия не имел, какие вообще работы есть, поэтому я рекрутился везде. Вот это как бы была логика моя, что, ну как бы, давай попробуем все. Ну и, соответственно, времени у меня не было просто вообще, то есть первые полгода я с утра до ночи, я уходил, может, там, часов в семь, приходил в десять, то есть я просто учился с утра до ночи и рекрутился. То есть каждая компания приезжает, там, с понедельника по четверг на кампус, и, то есть там у тебя по две, по три компании в день приезжают. И я, так как я рекрутился везде, я ходил на каждый из этих бритингов, и в итоге получалось, что я просто весь день. Но, естественно, мне это очень нравилось, и я очень большое удовольствие получал, потому что в спорте я как-то себя чувствовал неполноценным, так скажем, в том плане, что, конечно, мне нравилось играть, но мне не очень нравился весь процесс, все, что связано со спортом. То есть когда ты играешь, там, перед зрителями, это только пять процентов, да, то есть твои все работы, а 95% мне не очень понравились, то есть тренироваться постоянно через боль, постоянно какие-то, ну, то есть, ненормированный график странный, путешествия туда-сюда два раза в неделю, да, то есть у меня сейчас правда я вернулся в консалт, ну, пошел в консалтинг, тоже путешествия. Вот, я хотел сказать. Ну, хотя бы часть моей жизни сохранилась, но в целом в спорте мне как бы не было, так скажем, полностью комфортно. А здесь я пришел, у меня новый мир, какие-то новые друзья, и когда все было так новинка, у меня не смотря на то, что мне было уже 31 год, мне очень все нравилось, я получил удовольствие. Расскажи про рекрутинг, как ты, кто вообще приезжал на кампус, какие команды, компании, как у тебя там рекрутинг проходил, какие где были результаты, что было сложным? Да, конечно, то есть, ну, как я сказал, в принципе, большинство значимых известных компаний мировых, они стараются все приезжать там в топ-15 школ на кампус. То есть мы, и все это дело делится, допустим, на там 4-5 основных индустрий, три из которых классика после MBA, то есть это investment banking, это консалтинг, и в основном связанные с product management или finance, то есть в Google, там, Amazon, Apple, во всех остальных компаниях. Ну, то есть к нам приезжали все investment банки, все консалтинговые фирмы от MBB до бутиковых, и, соответственно, там Big Tech. Плюс у тебя еще была возможность рекрутиться off-campaign, то есть ты мог там, допустим, просто сам искать какие-то предложения и стараться после MBA туда пойти или получить стажировку вначале, да? Первый год – это как стараешься получить стажировку. Я рекрутился, может быть, допустим, с 8 банками, по-моему, всего было банков 17, с 8 достаточно известными, то есть я бутиковые банки не рекрутился, и с консалтингом тоже самое, то есть я выбрал там, допустим, 6 или 7 консалтинговых компаний, рекрутился с ними, и, соответственно, с Big Tech, то есть Amazon, Google и так далее. То есть самый сложный рекрутинг происходит с banking, потому что они требуют максимальное количество времени и коммитмента, то есть стараний у тебя уходит на бэнкинг, потому что они постоянно приезжают несколько раз в неделю, тебе надо с ними каждый день созваниваться, тебе надо созвониться несколько минут с 15 людьми в каждом банке, то есть ты просто целый день стараешься как бы со всеми поддерживать разговоры в списке кандидатов. С консалтингом попроще, но тоже достаточно хардкорно, особенно с MBB, естественно, то есть там тоже много звонков, много ивентов. С Tech проще всего было, потому что Tech приезжает на брифинг, Google, грубо говоря, и все, и они просят никому не звонить, ни с кем не на твой, то есть пошли на брифинг, поздоровались, посмотрели, что такое Google, и там через 3 месяца подались. То есть Tech, по крайней мере, было достаточно просто, в том плане, что он не отнимал время. Узнаю Google. Ну, в принципе, так везде, и в Амазоне так же, то есть они приезжали, может, пару раз, ну, можно было сказать, на брифинг, можно было поговорить с людьми, но там, в принципе, большую часть они просто рассказывают, чем они занимаются каждый день на работе. Но, в принципе, ты о себе особо много не рассказываешь, и у тебя нету какого-то такого формального нетворкинга, как это бывает с консалтингом компаниями из банка. Ну, в целом так, да. В BCG ты подавался через этот нетворк, получается. Уже там с кем-то познакомился, и тебя зареферили. Да, то есть как это вообще процесс работает? Ты приезжаешь, первый месяц, допустим, август, ничего не происходит, потом начинается с сентября, начинает потихонечку приезжать компании на брифинг, то есть они подъезжают, первый брифинг, это просто презентация, что такое BCG, грубо говоря. В примере, ну, то есть если использовать BCG как пример, они приедут в конце сентября, придут там два старших партнера, сделают презентацию, что такое BCG, что такое консалтинг, ну и так далее. То есть процесс подачи, все расскажут полностью. И после сразу же этого брифинга у тебя так называемый networking event, где ты со всеми студентами пытаешься как-то себя проявить и поговорить, чтобы тебя запомнили. То есть, грубо говоря, это все происходит в таких кругах, то есть один консультант или партнер, вокруг него 10 студентов, и каждый пытается быстро о себе что-то там за 20 секунд рассказать, чтобы это как запомнилось. Ну, тут тебе легко, видимо, благодаря Росту. Тебя тяжело не заметить, как бы все знают. Да, слушай, ну у всех какое-то было преимущество. У меня это было преимущество, что мне было очень легко. И это очень сильно помогало, то есть невероятно, потому что моментально сразу люди спрашивают, о, это парень спортсмен, мы его видели на ивенте, грубо говоря. И мне было легко дальше строить какие-то отношения, звонки и так далее. Следующий этап после этого брифинга и первого нетворкинг-эвента ты должен анкид. То есть, что происходит, ты на протяжении месяца или двух начинаешь звонить людям, и, грубо говоря, там полчаса разговор, и, значит, ты рассказываешь о себе, естественно, узнаешь о них, и у тебя есть временные вопросы. То есть, ты, грубо говоря, спрашиваешь, чем ты занимаешься, какая у тебя индустрия, в этом случае с консалтингом, расскажи про баланс и так далее, куда ты путешествуешь, а как ты с семьей живешь, ну и так далее. То есть, какие-то вопросы задаешь, что тебе интересно, узнаешь о компаниях, культуре и так далее. Это процесс, значит, месяц-два. И потом у тебя самый последний этап, это, получается, закрытый ивент. То есть, они уже сужают круг кандидатов. Вначале, по-моему, в BCG и в McKinsey подается, что там, 150. Ну, что такое. То есть, у нас школа была 30-330 человек всего, достаточно маленькая программа, и половина, считай, подается в консалтинг. 50% всех студентов. И из этих 150, они оставляют на закрытый ивент 80 человек ровно, как сейчас помню. 78 плюс 2 wild card они оставляют в конце, если кто-то вдруг дропнется, то есть, они могут кого-то еще добавить, если они вдруг увидят какого-то специального кандидата в самом конце. Вот. То есть, у них 80 человек, Бэйн, McKinsey, BCG. Ну и все, и у тебя в январе потом интервью. И все это дело занимает до полгода. И так с каждой компанией. А вот, кстати, на этот вопрос, который ты сейчас как раз ответила. А, Андрей, там, какие этапы были в рекрутинге? Вот, собственно, ты их рассказал. Ну, типа, я не знаю, какие этапы были еще в отборе уже, когда интервью были? Я не знаю, был ли у тебя тест GMAT-like, например? Нет, нет, Андрей, после MBA такого нет. То есть, это тоже преимущество. Я вот помню, при MBA я пытался попасть на стажировку в KPMG. Просто попробовал. Здесь, в Москве, конечно, было. Я там дошел до какого-то, какое-то невообразимое количество раундов. Я, в общем, дошел до личных интервью. Ну, и дальше не прошел. Но факт в том, что, да, я вот помню, там у них тест, потом скрининг, там, еще что-то. Здесь этих этапов нет. То есть, здесь ты начинаешь сразу с кейс-интервью. У тебя первый этап, кейс-интервью, и все. У тебя, по сути дела, этап рекрутинга первый, это у тебя вот эти полгода, когда ты должен попасть. То есть, ты вот все для этого делаешь. Если ты уже попал, то у тебя только кейс-интервью. То есть, в случае с BCG, это два интервью первый раунд. То есть, ты, получается, делаешь один плюс, там, обычный принцип, уровня принципа. Ребята приезжают, или там, менеджер проекта. У тебя два интервью с одним, и сразу же со вторым, back to back, так называемый. То есть, подряд. И все, делаешь один кейс с одним, один кейс с другим. Если проходишь, через неделю у тебя второй раунд. Ты уже приезжаешь туда, стандартно, в их офис, в зависимости от того, какой офис ты выбрал. И там у тебя, значит, два интервью с партнером. В случае с McKinsey, помню, 4 интервью с партнером. Понятно. Ну, тут, в принципе, более-менее стандартно. Окей. А почему ты в итоге в консалтинг пошел? И почему пошел в BCG, а не куда-нибудь еще? Сейчас, стой, подожди секунду, я тут отключу себя, светотехнику, что-то там мигает. Сейчас, стой, секунду. Да, сори, а то раздражает, мигание. Да, к твоему вопросу, почему выбрал консалтинг. Я чуть было не остался без консалтинга. То есть я вначале выбрал бэнкинг. Когда я приехал, начал общаться с людьми, и как-то так вышло, что какие-то предыдущие когорты, там у нас было парочка ребята из России, и они мне говорят, Руслан, там в консалтинг практически невозможно попасть в Америке, если ты не американец. В общем, очень сложно, потому что у нас навыки, ну, communication, soft skills и так далее. Да, это правда. Слаб же, чем у американцев, ты не сможешь об этом клиенте. В общем, практически нереально попасть. Вот. И как бы, ну, по-оборот, все у тебя будет классно, ты, в общем-то, спортсмен, они там очень много работы, они берут там, любят очень сильно ребят брать после армии и после спорта. Ну, в общем, я подумал, что действительно, как бы пошел на первые вот эти первичные ивенты, брифинга, как я рассказывал, которые были там в сентябре, и у меня прям, знаешь, такой, ну, хорошее, реакцию, всем очень нравилось общаться, все познакомились, давай звони там и так далее. Я подумал, что получается, надо здесь как бы зацепиться и меньше внимания уделял консалтингу в принципе. Но потом, где-то через месяц, как я начал узнавать больше об индустриях, я понял, что банкик вообще как бы не подходит, особенно моя Data Science Degree просто будет вывела, потому что там вообще нет этого места. Ну, я подумал, ну, как, начал смотреть какие-то тег там, консалтинг, тоже рассматривать. И в итоге, как я прогрессировал по вот этому рекрутингу, через этапы рекрутинга, у меня получилось, что я начал общаться больше и больше с людьми с консалтинга, с GAM, с Data Science Division, BCG, да, то есть с ребятами из GAM даже меня связали, с некоторыми, и так далее. То есть я начал общаться более плотно и с более старшими, то есть принципами, менеджер проекта. Я понял, что консалтинг вообще мне очень подходит, особенно с учетом того, что я и, у меня дегрю в бизнесе и в Data Science, то есть я могу занять дешевые дешевые дешевые, которые сейчас развиваются активно, ну и, соответственно, мало конкуренции, и как бы попасть и зацепиться за это. Тогда как в бэнкинге я, по сути дела, не лучше остальных, ну, у меня никаких преимуществ, а у ребят еще и там, допустим, бэкграунд в финансах или еще что-то, еще и будет сложнее намного, грубо говоря. Ну и все. Я потом получил интервью, все интервью я получил, то есть я получил интервью со всеми консалтингами и с тремя, по-моему, банками и все тег-компании, которые я подавался. В итоге я банки дропнул, просто потому, что я даже не стал тратить время на подготовку и хотел более как бы осознанно подготовиться к интервью в консалтинг, потому что консалтинг сам знаешь, что есть интервью, это достаточно сложное, сложнее, чем... В принципе, я считаю, что это самый сложный формат интервью по сравнению со всеми остальными. И я решил, что я лучше на этом зациклюсь, на чем-то одном, да, и дропнул все интервью банков, а тег весь отложил на пост и консалтинг, то есть, грубо говоря, на конец января, на февраль. У меня консалтинг был Бэйн, McKinsey, BCG, все в начале января, ну и я вот, в принципе, потратил в декабре на подготовку. Так вот вышло. Но в целом, да, моя идея была в том, что выбор консалтинга стоял бизнес плюс депресса, поэтому это такая была очень интересная возможность и интересный потенциал. Почему ты выбрал BCG? Как бы ты сейчас ответил? Слушай, ну, несколько, было несколько основных факторов. главный фактор был в том, что я считаю, что BCG, наверное, из трех фирм самый сильный в плане диджитал. Вообще, наши возможности и то, что мы делаем с клиентами, по крайней мере, такое впечатление у меня сложилось, я шоу проходил по этапам рекрутинга, да, то есть Bain, он строил больше внимания уделял, допустим, каким-то личностным качествам и, ну, больше коммуникациям, больше каким-то отношениям с клиентами, грубо говоря, все их презентации были построены на том, как они общаются с клиентами, как и так далее. У BCG большая часть презентаций была нацелена на то, какие анализы мы делаем, какие там проекты имплементированы и так далее, диджитал, там очень много внимания уделялось, гамма, плотиня, нашим дополнительным бизнес-департаментом и мне это очень понравилось, потому что, ну, соответственно, сам понимаешь, у меня 2 дегри, я подумал, что мне надо использовать как бы максимум из этих двух, получить максимум того, что я могу и BCG казался вот этим как бы компанией, где я смогу это реализовать. Это было у меня решение BCG с Bain, то есть против потому что я рекрутился и BCG и Bain, я рекрутился с Даллсовским офисом в США, в McKinsey я рекрутился с Москвой и там произошла у меня ситуация немножко другая, они мне дали интервью в самом начале MBA, то есть они мне дали интервью в сентябре и я вообще с ними не рекрутился совершенно, то есть я ничего не делал, я просто приехал на MBA, с ними пообщался, им очень понравилось все, что я делаю и они сказали мы тебе сразу даем интервью в московский офис, то есть ничего не надо делать, не надо рекрутиться, не надо как бы с нами созваниваться, не тратить наше время, свое время, заниматься своими делами, вот я интервью, в январе придешь, ну и соответственно у меня как бы даст эта мысль, что поехать в Москву обратно, вдруг, ну как бы если получится попасть, пройти интервью, то есть что я буду делать, вернуть в Россию, вроде у меня была цель эмигрировать, я в общем-то дошел до этапа, когда у меня стало все серьезно с консалтингом, то есть я уже знал, что я как бы нацеленный, бэнкинг уже дропнул, у меня был получается тоже интервью, Бэйн дал мне интервью и макинзи, рекрутер на кампусе, как-то про это узнал, но я так понимаю, что старогодки наверное рассказали, и они ко мне подошли, говорят слушай Руслан, ну вот мы тебе готовы дать, мы так понимаем, что хочешь остаться в Америке, мы тебе готовы дать интервью в любом городе в США, просто выбери город и там будешь делать интервью, ну вот я оставил, сказал, что мне BCG в принципе нравится Польша, и если мне дадут три оффера, я выберу BCG, и я подумал, что я лучше оставлю у макинзи Москва, потому что он позже у меня был интервью, они приезжали в конце января, ну и как бы так просто вышло, что я решил не рекрутерамерить. Ну то есть макинзи типа как бэкап, если с BCG не срастется, то можно макинзи попробовать. Ну не совсем так, потому что это достаточно было бы смешно с моей стороны и глупо относиться к макинзи как бэкап. Понимаешь, то есть как бы это, мне люди об этом тоже говорили, и я говорю, ребят, ну нельзя макинзи считать бэкапом, это просто глупо, потому что макинзи это естественно топовая фирма, и даже несмотря на то, что Россия, не Россия, это одна компания, и они этим гордятся очень сильно у них во всем мире, они как бы one company, one office, и так далее, у них нету разделения. Но переехать в другую страну тяжело в рамках макинзи. То есть оказавшись в России, переехать в Америку будет тяжело очень. Поэтому это как бы one firm, но там, это как это, terms and conditions apply, что называется. Интересно. Вот, слушай-ка, да, я, в общем, относился к ним как бы кэкапу ни в коем случае, я просто подумал, что если я поменяю город, Москва, на Даллас, они подумают, что я не серьезный человек. Вот у меня вот это был момент, потому что, я рекрутился с Москвой, мне Москва дала оффер, то есть Москва как бы пошла навстречу, уделили мне время. И тут я прихожу, ребята, ну типа, идите вы все к черту, я пришел в Даллас. Понимаешь, то есть как бы мне казалось, что это просто не серьезно и по отношению к фирме. И плюс на тот момент я уже понимал, что если я получу оффер с BCG, я выберу BCG. То есть это было бы вдвойне глупо, понимаешь, то есть представь себе ситуацию, что я меняю офер с московского на Далласовский, получил Джей Маккензи и беру BCG. И мне что-то скажет, ребят, парень, это вообще странный чел. И я просто как бы сам себе, может быть, это и глупо, но сам себе эту какую-то историю в голове нарисовал, что, наверное, так не очень хорошо поступать, и я оставлю все как есть. И плюс еще интервью было позже. То есть я подумал, что я получу BCG, уже буду это получил, и уже как бы для меня все решено, чем нежели я. То есть ни в коем случае не бэкап, но как бы да, какая-то логика у меня была. Да, хорошо. С этим значит понятно. Ну, с отбором вроде тоже теперь все более-менее ясно. А вот, интересно, знаешь что, как они помогают с переездом, собственно, потому что ведь с визами сейчас куча проблем. Как они решают это? Слушай, ну, куча проблем, это да. Трамп ввел достаточно много препятствий, так скажем, в получении визы. В принципе, если ты работаешь особенно после магистратуры, подаешься на рабочую визу, и компания тебя готова спонсировать, никакой, никакой с этим проблемы нет. В моем случае я все еще на студенческой визе, то есть я уже два года, у меня четыре попытки всего на выигрыш рабочей визы. Слушайте, может кто-то не знает, то есть рабочая виза в США называется H1B, и на нее идет лотерея тоже, несмотря на то, что у тебя компания должна спонсировать, но виз выдается всего 80 тысяч каждый год, а подающих, по-моему, там в районе 200-250 тысяч, зависимости от... Последние несколько лет так, где-то до 2014 года все получали кого-то спонсировали. Ну вот сейчас, сейчас я смотрю, я там считал, в общем, получается, шанс 40% выиграть, даже несмотря на то, что у тебя компания спонсирует, у тебя 40% шанс. Вот у меня 4 попытки, 2 я уже не выиграл, у меня еще 2. Ну и плюс в этом году они будут мне будут спонсировать клинкарту. То есть расскажу про процесс подачи. Вначале ты заканчиваешь институт, у тебя есть год практики, на юнический визе ты имеешь право год работать. Вот это то, что у меня сейчас происходит. Далее, у тебя есть возможность получить так называемый STEM, это Science, Technology, Engineering and Math, STEM extension, так называемое дополнение к твоему году, ты можешь получить еще 2 года. Вот почему полезно STEM делать, в том числе Data Science. Ну что ж, ну сейчас много MBA начали это делать. То есть у меня два STEMа, у меня один STEM из Дардена, а второй STEM из Data Science, и BCG решил мне делать STEM из бизнеса. То есть они мне дали Management Science, грубо говоря. То есть я взял достаточно много аналитических курсов на MBA, и это тебя квалифицирует на то, чтобы получить STEM в Management Science. И, соответственно, он более применим к моей работе, так как я все-таки консультант, а не Data Scientist, и поэтому взять STEM из бизнеса. Но факт в том, что да, грубо говоря, у тебя получается дополнительные 2 года вот это расширение, то есть ты 3 года имеешь право официально работать. И за эти 3 года ты каждый год подаешься на визу. То есть получается у тебя 4 попытки. То есть первая попытка это сразу во время еще института, плюс у тебя 3 года, когда ты после завершения попытки. И также компания решает сама для себя. То есть BCG нас спонсирует через год после начала работы. То есть ты год отработал, 12 месяцев, и тебе начинают спонсировать гринкарту. В случае с нашими соотечественниками, в принципе с выходцами из СНГ процесс короче. То есть у индусов, например, жители Индии у них 16 лет ожидания гринкарты. В нашем случае это намного быстрее, то есть может получить за полтора. В принципе, если у тебя есть стемп, ты даже можешь не выигрывая рабочую визу, успеть выиграть гринкарту. Потому что гринкарта, там нет лотереи в случае, когда тебя спонсируют. Тебя спонсируют, ты проходишь через процесс и просто ждешь в очереди. И все, как твоя участь подошла, тебе просто дают гринкарту и все. Ну, в это время, естественно, ты должен работать с этой компанией и так далее. Подобное, как ты сказал, terms and conditions apply, но в целом, если ты проходишь через этот бюрократический процесс, без каких-то шансов, просто ее получаешь и все. у меня вот брат примерно так же получал, по-моему, гринкарту. Он в Гугле работал тогда, Гугл делал. Ну да, там быстро как-то, пару лет и все, и, короче, дают. Да-да-да, там полтора-два года в зависимости от того, как ты быстро получаешь документы свои, делаешь. В случае с BCG это даже еще проще, потому что консалтинг такая широкая область применения, то есть все твои навыки, которые ты получил когда-то давно в жизни, они могут так или иначе быть применены к твоей работе. С некоторыми компаниями более сложнее. Вот у меня друг с Амазоном мучился, он 3-4 года получал гринкарту, потому что на его позиции требовалось 4 года опыта в операции, а у него не было вообще опыта в операции. И там гринкарта достаточно очень так, ну, в бюрократии очень серьезные, они придираются к деталям, и в его случае они сказали, у него нет опыта, мы ему не будем гринкартовать. Ну, в общем, ему пришлось там какие-то бизнесы, что он якобы на какой-то старой работе делал операции и так далее. То есть там целый процесс с юристами и так далее. Без CG и вообще во всех консалтингах проще, потому что у них мы ищем разносторонние таланты и так далее, и тому подобное. И получается, что если ты квалифицирован, то есть у тебя есть образование, то каждый человек, который там отучился с отличием и так далее, проходит по этим критериям. Слушай, вот это прикольно, вот это прикольно, то есть реально переехать в США после обучения и консалтинга гораздо проще, чем как-то по-другому. Это интересно. Я думаю, что да, если ты получил работу, ну, то есть... Ну, да. Словно консалтинг, но если ты уже попал, то, да, я с тобой согласен, мне кажется, что вот BCG, Маккензи, Маккензи, Бэйни намного проще остаться в США, чем нежели в какой-то другой. Но тут именно важно, что ты должен попасть в BCG, в Маккензи, в Бэйн в США, потому что если ты попадаешь в другой стране, перевестись там очень тяжело. То есть, если ты едешь на учебу в США и там попадаешь на работу в BCG, то все становится очень даже прикольно, если твоя цель иммигрировать. Абсолютно верно. И мне это большая дилемма, с которой сталкиваются наши соотечественники, когда они приезжают и крутятся. Многие из них хотят иммигрировать, но даже насколько сложнее, допустим, попасть в МГБ в Америку по сравнению с Россией. Потому что Россия все-таки родной язык, ты уже знаешь бизнес, у многих опыт, не в моем случае, но в других случаях ребята уже с опытом, там, ВТБ, не знаю, в Сбербанк и так далее. То есть у них как бы это применимо. И в их случае они как бы думают, пойду и буду в МГБ работать хоть где, то есть, грубо говоря, назад в Россию вернусь или там в какой-то другой стране. Или же я вот именно хочу быть в Америке. И это достаточно сложный выбор для многих людей. Ну да, ну вот если ты поехал в Москву, обратно из Москвы в Америку уехать, ну есть такие случаи, но это тяжело достаточно. Непросто. Ну да. Окей, вот вопрос, кстати, тут от Алжаса по поводу работы в США. Почему ты выбрал именно Даллас как свою Освальдс? Да, ну, я когда приехал в США, у меня было совершенно без разницы, где жить первое время. Во-первых, потому что я не не был ни в каких городах, был только в Нью-Йорке, там, Вашингтоне, в каких-то крупных парочках. И, в принципе, я не ставил своей целью какое-то определенное место выбрать и там именно в этом городе жить. Поэтому я строил свою цель, исходя из того, в какую компанию, был мой первый выбор. Ну, то есть еще даже до консалтинга, допустим, есть компании, они все там, кто в Лос-Аншесе, кто в Сан-Франциско, кто в Техасе, в Остине, там, да, и так далее. Разбросано совершенно по разным городам, зависимость. Только, может быть, банки все в Нью-Йорке, единственное исключение. А так вот, кроме банков, все копают повсюду. И некоторые люди, ну, то есть американцы, особенно мои одноклассники, я из, я не знаю, Атланты, и вот я хочу быть только в Атланте. Поэтому они ограничивают себя только компаниями, которые присутствуют в Атланте и имеют офис там. В моем случае, естественно, это было вообще без разницы. и исходило с того, то есть в случае с BCG, по крайней мере, исходило с того, что, первое, какие индустрии представлены в офисе, то есть каждый офис, то есть партнеры, которые находятся в этом офисе, у них есть какая-то своя экспертиза, да, и, соответственно, поэтому так получается, что каждый офис, он анонсируется на своем. Какой-то офис больше, в Нью-Йорке, например, Financial Services, то, что с финансами, там, допустим, Сан-Франциско, Tech, естественно, и так далее. То есть это было первое решение. Второе решение было для меня, критерий, точнее, принять решение, было люди, в принципе, которые приезжали на... Дарден, это такая южная школа в США, то есть мы в Вирджинии находимся там, рядом с Вашингтоном, поэтому большая часть консультантов приезжали из Вашингтонского офиса, из Атланты, из Далласа, Майами и Денвера, то есть пять городов, которые приезжали рекрутить UVA. И также у нас там была парочка, может быть, на каких-то редких ивентах приезжали ребят с Сан-Франциско и с Нью-Йорк. Я просто сделал, во-первых, ну, то есть чем больше людей приезжает с какого-то определенного офиса, тем больше интерес у этого офиса к моей школе. Соответственно, ты целевая школа. Если в Нью-Йорк вообще не приезжает, значит, им, в принципе, неинтересно нанимать из твоей школы, например. Да, логично. Пытаться туда пробиться, шанс попадания еще усложняется, еще становится сложнее получить работу в офисе, который тебя не хочет рекрутить. Да. Ну, и плюс, в принципе, люди мне понравились, то есть я выбрал между Атлантой и Далласом до последнего, и в Далласе как-то мне больше понравилось, плюс набор кейсов, микс, там более интересный, чем в Атланте. Ну, и третий критерий для меня, естественно, был город, в конце концов, и, опять же, выбирая между Далласом и Атлантой, Техас просто поинтереснее, там нет налога штата, например, то есть у тебя даже зарплата больше, выше получается, и много разных факторов. Дешевые дома, например, недвижимость не очень дорого стоит, поэтому я как бы вот это был третий фактор принятие решения. Понятно, да, ну, логично, слушай, прикольно, прикольно. Расскажи про свою работу текущую, над какими проектами ты работаешь, какой у тебя был на данный момент самый интересный? Да, я, не знаю, упоминал или нет, значит, я в Digital BCG, то есть я так называемый DAS-консультант. Но не гамма. Нет, не гамма, нет. То есть DAS-это подразделение BCG, которое ты все еще консультант, ты, у тебя получается, ты должен делать 50% General Consulting Cases, так называемый, то есть общие какие-то обычные, классические консалтинговые кейсы, стратеги и так далее. И 50% ты должен делать Digital Cases. И это могут быть любые, естественно, может быть, или это может быть стратегия, Digital и так далее. В моем случае, я, то есть я, получается, работаю уже почти полный год, плюс я стажировался еще год назад. Я всего сделал три кейса и все они были в Digital и все они были имплементацией искусственного интеллекта и машины обучить себя. Мой первый проект был на крупную сеть ресторанов США, Fast Food сеть. И получается, мы у них имплементировали оптимизацию рабочей силы. То есть, грубо говоря, в какой момент мы, в общем, строили модель, которая предсказывает, сколько им нужно в определенном момент и час дня вплоть до 15 минут. То есть, допустим, в 7 часов вечера нужно 4 сотрудника, в 5 часов вечера нужно 2, например. И вот мы строили эту модель и, соответственно, это была моя вся стажировка в 3 месяца в обладательной кейсе. Далее, когда я вернулся в Full Time, я работал с компанией с дистрибьютором запчастей. То есть, это крупнейшая компания в США. Они дистрибьютор электротехники и все, что с этим связано. То есть, допустим, строится стадион и компания-контрактор обращается к этому дистрибьютору, чтобы купить все розетки, кабели и так далее. То есть, все, что связано с электротехникой на стадионе. Мы для них делали тоже предсказательную модель. И это был достаточно интересный кейс, потому что у них очень много товаров, то есть, единиц товаров, различных артикулов. И десятки, сотни тысяч. И, в общем-то, на каждый из этих артикулов какой-то подрядчик может получить скидку, а какой-то подрядчик, например, не получает скидку в зависимости от индустрии города, что они строят и так далее. И нам надо было предсказать, получит ли какой-то конкретный подрядчик скидки, конкретные товары, чтобы ребята из этой компании, диститутера могли планировать заранее. Как им распределять и где заказывать и какие объемы и так далее. В общем, был очень интересный кейс тоже, но у меня был короткий, то есть, он где-то был три месяца. И сейчас я уже 7 месяцев на просто в том кейсе персонализация, работаю с клиентом, они, в общем, ритейл-клиент, e-commerce, наша работа связана с их интернет-магазином. Они занимаются продажей товаров для походов, грубо говоря, все, что связано с кулерой и так далее. В общем-то, классный кейс, потому что мы имплементируем персонализацию, и что это подразумевает, что опять строим модели, как обычно, машины обучения, которые предсказывают, какой тип имейл-коммуникации мы будем посылать, например, Виктор предпочитает, допустим, он живет в Техасе, он любит рыбалку и так далее. То есть, модель предсказывает, что Виктору необходимо советовать какие-то товары, грубо говоря, имейл, генерировать определенным образом, чтобы повысить шанс того, что Виктор купит определенный товар. Несколько машин, несколько моделей машин обучения. На каждом из кейсов я работал с Гаммой и с Platinian. То есть, Гамма – это наш Data Science Division, Platinian – это инженеры, то есть, они программисты, ребята, которые строят там облако и так далее, инфраструктуру, бэкэнд, фронтэнд, все, что связано с этим для клиента. И плюс мы, получается, консультанты, строим стратегию и так далее, то есть, ведем, рекомендим проектами. В общем, очень интересно. Я прям балдею. Это то, что именно я и хочу делать и даже сработало куда нельзя лучше. Да, здесь звучит прикольно. Вот, кстати, про, уточняет Алжас про твое участие в проектах. Какая у тебя лично твоя роль на проектах? Я, интересно, что, несмотря на то, что я работаю в консалтинге, я бы назвал свою роль на данном, ну, исходя из тех кейсов, которые я уже сделал, больше продакт-менеджер, чем консультант. И я так понимаю, что это, в принципе, такой тренд, скажем так, в диджитале люди уходят от стандартного консалтинга и больше превращаются в такого тег классического Google или Amazon product manager. то есть я, например, в сравнении с обычными консультантами понимаю количество слайдов. То есть, грубо говоря, там ребята, которые со мной начали и делают обычный консалтинг, делают в десятки раз больше слайдов, чем я. У меня больше роль связана с работой с аналитиками на стороне клиента или с гамма-ребятами и все, что связано с работой с данными. То есть, данных, стратегия, какие данные использовать, естественно, какой анализ делать. То есть у меня, грубо говоря, есть мой модуль, который в данном случае на текущем кейсе это модуль так называемый measurement. То есть я отвечаю за то, чтобы мы грамотно и правильно измеряли benefits и плюсы от нашей работы, грубо говоря, нашего проекта. То есть все, что мы приносим в долларовом эквиваленте нашему клиенту, это, естественно, надо измерять и надо показывать и как бы говорить, ребята, вот у нас плюс 3% например за март, мы принесли, наш кейс принес. Я занимаюсь тем, что полностью имплементирую весь этот процесс, начиная от данных, какие данные, заканчивая самой непосредственно имплементацией моделей и в конце концов построения дешборда, где клиенты могут видеть ежедневно и ежечасно даже производительности успех или неудача, грубо говоря. В нашем случае успех этого проекта. Ну, это, по сути, дешборд ты проектируешь и потом работаешь с командой разработчиков, которые пилят под это бэкэнд, там фронт делают, я не знаю, разворачивают его там на серверах, не знаю, на клиентских и дают доступ. Абсолютно верно, да, то есть, как бы, мы, я не занимаюсь тем, что вывожу это все в производство. В моем случае это стратегия, ой, извините, собака с маслом слова, я занимаюсь стратегией и продумаю, что непосредственно нам надо мерить, как это мерить, чтобы мы могли сравнивать фактически группы, то есть у нас есть группа, грубо говоря, выделенная на то, на наши пилоты, так называемый, эксперимент, и группа, которая является контроль группой, против которой мы меряем. И мне надо убедиться в том, что это все, то есть выборка была сделана правильно, это все сравнимо, то есть, грубо говоря, стратегия и непосредственно как мерить, что мерить, имплементация, готовый продукт, условно, это работает, вот это работает так, и, соответственно, рекомендации тому, как им надо это все сделать. И потом наши ребята уже, естественно, как ты правильно сказал, сотрудничают с разработчиками на стороне клиента и, соответственно, имплементируют front and back это решение. Интересно, конечно, что здесь у тебя твой продукт это не просто слайды нарисованные, которые всем надоели, уже и самим консультантам надоели, а какой-то сервис, который может реально пользу людям приносить. Совершенно верно. Очень мне нравится это в digital, особенно на тех кейсах, на которых я, они в BCG называются BOT, то есть Build, Operate, Transfer, и я был на всех трех стадиях BOT за эти три кейса. То есть я был на стадии Build, это был первый кейс, я был на стадии, кстати, уже Build на втором кейсе, а сейчас я за 7 месяцев и стадии, то есть я Build, Operate, и сейчас, в данный момент, я занимаюсь трансфером. То есть, грубо говоря, готовлюсь к тому, чтобы переходить на другой проект и переношу все знания делюсь с их аналитиком, и чтобы они это сами начали делать. Ну да, я с тобой полностью согласен, огромный фактически строишь продукт. Почему я говорю, что ты как продукт-менеджер классический переработаешь в системе, то есть у тебя Agile, полностью идет разработка по всем форматам и стандартам, допустим, стандартного Software Development, и ты фактически строишься, это намного лучше, чем сидеть и придумывать какие-то улучшные рекомендации, как это бывает иногда. В моем случае мне это не очень понятно. Некоторые люди обожают это делать, их стратегия тоже классная, потому что у тебя есть возможность получить доступ к более старшим клиентам, SEO и так далее, и с ними, ну то есть им рекомендовать, и это тоже отлично, но в моем случае я как бы очень доволен тем, что я фактически строю продукты. Да. Слушай, Руслан, ну это очень круто, конечно, спасибо тебе за рассказ. Давайте, может быть, еще у кого-то вопросы есть, ребят, у нас сейчас времени совсем мало остается, но может быть, там вопрос два еще можем уместить, если вдруг у кого-то возникнет такое желание и, соответственно, выложить. Но, я не знаю, давайте выделим на это, я не знаю, полминуты, если за полминуты ничего нет, то, ну и не надо. Расскажи, Руслан, пока там дописывают последний вопрос, какие у тебя, как, я не знаю, вот стандартный вопрос, где ты видишь себя там через какое-то время, например. Планируешь ли ты дальше расти в BCG, или ты думаешь набраться экспертизы и пойти там к клиенту, например? Слушай, но пока не думал об этом, потому что все-таки не так много времени еще провел в BCG. На данный момент, думаю, что это, в принципе, классный потенциал. Но сам понимаешь, у нас up or out, поэтому надо все всегда перформить хорошо, чтобы тебя повышали и повышали. Не знаю, загадывать в BCG, я думаю, что намного сложнее, чем в каких-то других компаниях в обычной индустрии. Но в целом мне работа очень нравится, и я хочу продолжать ее делать. И, соответственно, все остальные бенефит, связанные с тем, что ты работаешь в консалтинге, они тоже очень приятные, поэтому не хочется их разменивать на что-то другое. Пока. Да, это точно. Так, ну все, вопросов вроде нет тогда. Руслан, спасибо тебе большое за твое время и такой воодушевляющий рассказ. Теперь понятно, как можно попытаться пройти в консалтинг в Америке. На самом деле, это есть шансы выше, чем большинство людей утверждает, да даже, чем я, собственно, утверждал. И всем спасибо, кто присутствовал, сейчас смотрел и задал вопросы. Опять же, можно будет запись посмотреть, но всегда лучше не в записи, а вживую. Спасибо, Руслан. Все, до связи. Спасибо вам за время. Счастливо.